Которые знают о Иисусе Христе, но они имеют отношения с Ним. Они знают, что такое Рождество. Они знают, что такое Пасха, день воскресенья Христова. Они знают, что такое Страстная Пятница. Они знают про посты всякие. Но у них нет отношения с Господом. Значит, это все не имеет смысла. Твоя молитвенная жизнь определяет твои отношения с Господом. Как часто ты молишься? Как часто ты молишься? Как часто ты служишь в Голос Божьей? Это и твои отношения с Господом. Если ты молишься за свою семью, если ты молишься за свою семью, за учебу две минуты в день, то это абсолютно много. Вы знаете, когда проблемы, когда что-то плохое происходит, это очень легко для нас, для нас, что-то, 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 если мы не основаны на твердо, твердо не стоим на Иисусе Христе, значит, легко во время страданий мы будем поданы страху, мы будем поданы этим волнам большим. штурм. Страх это противоположное вере. Когда наше сердце полно страха, то наша вера, она... значит, наша вера, она как-то, ну, она загрязненная, она нечистая. Если страх, он главный, если страх, он одерживает, если он одерживает плотение, если он плотает, значит, начинает вера просто, ну, хошаться. Мы перестаем молиться, мы перестаем... Мы начинаем думать, что завтра произойдет, что будет завтра. Что, если я не выучу этот предмет? Что если? Наши проблемы. Не знаю, там, в рефератах наших модулях, наших контрольных работах, там разные все. Там проблемы с банками, что если, что если, что если такие вопросы? И знайте, эти мысли, они не от Господа, они от Девы. Если знаешь своего Господа, то ты говори в этой плохой мысли, говори через веру. Если Господь is with us, who can be against us? Что если Господь с нами, кто против нас? Если Господь с нами, то кто против нас? Если Господь против меня, то кто может против меня? Вкусите и поймите, что Господь благо. Блажен тот человек, который доверяет Господу. The anglians do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. The anglians do lack and suffer hunger. Значит, те, кто ищет Господа, они не будут иметь достатка во всем. Они во всем имеют достаток, они во всем имеют прибыль и избыток. Lord is my shepherd, I shall not want. Господь, пострюм, они еще не будут нуждаться. Maybe in your most hardest time, though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil. И даже в самой тяжелой ситуации, если я пойду и не смертель, я не буду бояться. Why I do fear no evil? Because no evil? Because thou had prepared a table before me in the presence of mine enemies. Mine enemies in the spiritual realm. Потому что оно готово мне трапезу в виду врагов моих, когда враги мои смотрят на меня, видят меня. Our prayers must be filled with the word of God. Наши молитвы должны быть наполнены Духом Божьим. Because it's in the word of God their strength. It's not in our words. В слове Божьем наша сила, не в наших словах наша сила, но в слове Божьем. It's in the word of God. Word of God is He. Слово Божье это Господь. It's Jesus. Это Иисус. Jesus got all the power. Иисус получил всю силу. We should be persistent and permanent in our prayers. We should be to edify our spirit, to edify our faith, to edify our strength in Him. Don't be a victim to the devil. Не будь жертвой для дьявола. Let's open our Bibles to Ephesians chapter 6. Let's open our Bibles to Ephesians chapter 6. Verse 18. Stich 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. и все это бесполезно, без молитвы написано без молитвы написано в конце, да? Всякой молитвой и прошением молитесь. There are three things in the whole armor of God. Есть уже три важных момента в всеоружии Божьем. Это есть щит веры, щит веры, слово, которое есть меч, слово Божий, духовный меч, и молитва. И все остальное, вот это есть про неправедности, пояс истины, значит, обувь, плавествование миру, шлем спасения. Это есть все, то, что охраняет нас, то, что охранит нас, да? Но те оружия, которые мы нападаем, которые мы отражаем в атаке, это есть духовный меч, и это есть молитвы, и это есть молитвы, и щит веры. И молитва, это есть наше слово в духовный мир. Когда мы что-то говорим, мы говорим в духовный мир. И даже наши слова, они имеют силу. The power of life and death is in, where? Where? Is in the tongue. It's written in Proverbs, it's not my word. Okay? The power of life and death. Во власти языка, написано, да? If you are speaking continuously, I am dying, I am dying because of this man, I am dying because of this relationship, I am dying because of my studies, you know, you are sowing death into your life. Да, если ты говоришь такие слова, например, там, я умираю, я в шоке, it means he gave even the power to our words. Ты сам говоришь в свою жизнь, что ты будешь в шоке, поэтому потом не удивляйся, если ты будешь там себя плохо чувствовать. Even in Proverbs it's written like, you shall eat the fruit of your own lips. И написано тоже там в притчах, что ты сам вкусишь плода от своих уст. So why when pastors or leaders, when they pray, they'll proclaim something? Why proclamation or declaration is important? We as kings and high priests of God, we are kings. Kings only decree something. They will not request. They'll decree something and it shall be passed. That's it. Да, и почему, когда пастора и лидера, они молятся, они провозвращаются в духовный мир, потому что это важно. И потом, потом через духовное, да, то, что провозвращено, он основывается физическим. So when you are praying, you are decreeing something. When you are proclaiming the word of God, you are decreeing something into the spiritual level that enemy cannot withstand against you. So when there is a problem in your life, when you are expecting something from God, expecting impossible, и поэтому, если у тебя есть какое-то ожидание, Бог как-то нуждает и ожидает, что-то невозможно. So in verse 18 it's written, being watchful, being watchful. What does it mean being watchful? Where should be? watch? What does we watch? We should watch our heart. We should watch what we are speaking, what's coming out of our mouth, what we are thinking in our mind. Being watchful. Да и еще будьте осторожны, берегитесь, да. Отчего берегитесь? Будьте осторожны в наших умах, в ваших сердцах, во всем. Моляясь всяким всякой молитвой во всем. Будьте осторожны, во всем. И старайтесь об этом со всяким постоянством и молением. И со всяким постоянством и молением. So, have you ever watched your heart? What are you thinking about when you are praying? Now you, people sitting here, what are you thinking in your heart? What are you meditating in your mind? About your problems? Or about the most beautiful person you love? What are you thinking now, sitting in God's presence? О чем ты сейчас думаешь когда ты сидишь в Божьем присутствии? Even when we pray, we should watch our heart, our mind. See, when we pray and declare something the word of God, the Anglicans do lack and suffer hunger. The devil will attack us like, do you really think God will provide you? Our brother Oside shared a wonderful testimony. He didn't receive money from July, but God is his provider. That kind of testimonies will encourage us. That shows the faithfulness of God. in our lives. God is our source. They just abodeяют нас настолько, потому что дьявол приходит и он обманывает нас, что у тебя не будет денег, у тебя не будет счастья, любви, жены, мужа и все остальное. Дьявол пытается нас обмануть. Но когда мы слышим такие свидетства обеспечения, так и естественно, мы ободряемся. Что ты говоришь своим друзьям? Are you speaking about your problems? Are you speaking to your problems? Или когда ты молишься, ты говоришь святое время? There's a lot of difference. When you are speaking about your problems, you are giving power and strength to the enemy so that you can make your problem more stronger. When you speak to the problem in prayer with the word of God, with truth, the problem will vanish. There's power in the word of God and God has given all that power into our hands. There's power in the word of God and God has given all that power into our hands. I don't know I don't know how many of you saw this video but pastor shared one video in VK about ex-Satanist. I really watched that video and that man said something. It touched me. He said like he was a Satan worshiper. He said why Christians do suffer with diseases? Why? It's not because your God is not almighty. It's not because he is powerless. It's because you are a weak vessel. You do not spend time with God. and it's easy for us to attack you because you are a weak vessel. Why are we weak? Because we are not spending time in prayer. We are not taking our authority in prayer and proclaiming. It's our kingdom. Kingdom of Christ has given us some authority. So we are not taking that authority into our hands. We are still feeling ourselves as servants and slaves requesting something. It's time for us to stand and declare the kingdom of God here in this world on earth. and you know who made a video about one of one ex-satani who said why why we 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 или там Господь не хочет этого делать. Но потому что мы внутри, мы слабый сосуд, и мы не молимся, мы не приводим время с Богом. И поэтому, если ты хочешь быть здоровым человеком, то ты проводи время с Богом, молись и укрепляйся. И провозглашай тоже, бери в руки власть и провозглашай, и будь здоров. На прошлом воскресенье пастор делился тоже такой моментом таким, что расстояние между тобой и чудом это есть расстояние между твоими коленами и землей, и полом. р if you need to stand in the presence of God, you need to pray in the spirit. If you are filled with the Holy Spirit, if you can speak in tongues, you can speak in tongues, you can pray in tongues. If you are not, you can just proclaim the word of God, the promises that God has promised us through Christ. Every promise in the book is mine. Если ты стоишь, начинаешь жаловаться своим подругам, друзьям своим, начинаешь наоборот троптать на свою жизнь, на свою судьбу, то все это бесполезно. Наоборот, ободряйся, наоборот, иди и молись, и провозглашай обетование Божие, которое Господь дал тебе через Слово Своё. Когда я и ты укрепляемся наше сердце, укрепляемся наше молитву, это наша молитва. Когда мы укрепляемся в Словом, то наша молитва на нас сильнее. Не мы боремся против дьявола. Не мы боремся против дьявола. Дьявол уже поражен. Он уже был поражен во время, когда Христос Слово. И Он пытается обмануть нас, пытается послать нам такие мысли, что у Него есть какая-то сила. Вся сила на земле и под землей и в небесах дана Иисусу Христу. Вся сила в небесах, внизу, под землей дана Иисусу Христу, и так же и дана нам, потому что Он возлюбил нас и дал нам слюсов в нас. Он живет нас, и Он любит нас. Не потому что мы праведны. Не потому что мы настолько хороши, настолько послужны Ему. Он знает каждый наш грех, каждая ошибка. Он знает каждый грех, который я сделаю. Но все же Он считает мне. И Он дал мне мою власть. И Он дал мне свою власть. И тебе нужно взять эту власть. Ты должен стоять в этой власти и молиться. Молиться в духе. Не позволить каким словам обмана войти в твою раму. See, in Gospel of John, it's written like, The truth shall set you free. В Евангелии от Иоанна написано, что истинность сделает вас свободными. Они познают истину, истинность сделает их свободными. Свободными от чего? От твоих проблем. От твоих, может быть, diseases are everything. All those are lies from the enemy. When the truth comes, when the promise of God, when we have that revelation from the truth, from the word of God, that truth shall set us free. Да и когда у нас есть кровяня от этой истины, об этой истине, тогда мы познаем эту истину, и истину делает нас свободными. Когда мы молимся, мы должны молиться в духе. Мы должны быть постоянными и настойчивыми в том, что мы знаем характер Божий, размышляя на Словом Божьем. И наша молитва должна быть наполнена Словом Божьим. Мы должны молиться в духе со Словом Божьим. И когда я имею этот щит веры, когда я имею междуховный, который Слово Божье, и когда я молюсь, тогда враг, он просто поражен. Твоя вера есть в щит. Как ты можешь передать свою веру? Как ты можешь передать свою веру? Духовный мир. Духовный мир. Когда мы молимся, мы проолошаем Словы. Даже когда я болею, даже когда имею кутаболист, то я проволошаю Слово веры, и это из щит от всяких мыслей. И когда я беру междуховное, я проволошаю Слово Божье, и три этих вещей, они висходят с наших уст. Понимаете меня? Если ты поражен дьяволом, значит, ты не проявляешь, ты не показываешь Царство Божье. kingdom of God doesn't have weeping, mourning, lack, diseases. They don't have such kind of things. Kingdom of God is joy, peace, righteousness, плачь, не будет слез, не будет страданий, болезней, но там будет только радость и смех, и ликование, и слава Боже. In Romans 12, 12, that just now we have a red light, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Так мы читали время 12-й, 12-й стих, что учешайтесь надеждой, скорби, будьте терпеливы, молитвы будьте постоянны. God is not expecting us to mourn in our situations or hard times. He is expecting us to stand in faith and grab hold or take that authority what belongs to us. Just take it through your faith. God is not expecting us to sit in a corner and mourn or complain about our problems. He is expecting us to stand and manifest the kingdom of God. Just stand and manifest. How can we manifest? Поэтому, когда мы попадаем в искушение, то Господь, Он не ждет нас, чтобы мы сейчас сделали шаг назад и упали в разочарование, упали в всякие ропы, жалования, да? Но Он ждет, когда мы сделаем шаг вперед и возьмем нашу власть и начнем нападать, начнем наступать на врага. Brothers and sisters, if we don't know who we are, if we don't know who we are in Christ, if we don't know the importance of covenant, what belongs to us, to whom we belong to, how great our God is, who is for us, we cannot have faith, we cannot grow more in faith. I praise God for each and every one of you that you have come here to hear from him, not from me. He is Jesus, who wants to edify you. He wants you to know him, what he can do for you, what he really wants to give you something, what he really wants to give you, he knows every and every need of your heart. He knows every and every situation, every thought of your mind, what you are praying for, what you are expecting for. And he is more eagerly waiting for you to have all those blessings. The thing that is stopping is our lack of faith. Our lack of faith. And we do not have all those blessings. We are expecting that because you have spent some time here in church. Expecting that some time here you spend time in church. And you get everything, what you need. That you had received some blessing. Of course, you have received the blessing. But you need to keep your blessing. When the thought of doubt or fear enters your brain or your mind, you need to be watchful. How are you answering that thought? If you don't have the word of God that is counteracting on that thought, it's easy for you to be destroyed. To be defeated. So to grow more and strong, So to grow stronger and stronger, spend more time in prayer. Spend more time in prayer. Spend more time in prayer. You know, church, we do have morning prayers from 8 to 10, every day from Monday to Friday. If you don't have morning class, you can come and pray for half an hour. And prayer marathon on Thursday from 8 to 5. Да, и я напоминаю вам, что если вы хотите расти в молитве, укрепляться в молитве, тогда приходите каждый день, каждое утро с 8 до 10 утра. Здесь у нас молитвы проходят. И также каждый четверг с 8 до 5 вечера здесь тоже проходят молитвенные молитвы. Вот поэтому приходите, молитесь, укрепляйтесь, Господи. Your time in prayer is never be wasted. Твое время в молитве это никогда не время зря, никогда не время напрасно. God cares about each and every word of your mouth. When you pray, it keeps on ringing in his ear. Когда вы молитесь, то Господь, Он слышит ваши нужды. Не отвечает на нашу. И когда мы читаем эту притчу про вдову, которая пришла к царю неправедному, как мы считаем, в начале проповеди. Она написана, и поскольку она не отступна на это дело, поскольку она всегда приходила, не докучала мне, я наконец-то отвечу, я наконец-то защищу ее. How much more should our loving God will advance surely and speedily for us when we pray, persistently and permanently? Man, don't think that God needs our prayers. Не думай, что Господь вам нужны. We need God, don't need our prayers. We need our prayers. We need our prayers. Prayer is a protection for our life. Prayer is our protection, a shield of protection when we go out, when we come in. We are being protected by our words. Тоже помнишь, что молитвы нужны тебе, и ты, и ты, когда молишься, ты создаешь этот щит, который вокруг тебя, и ты, и ты хранишь себя. We are not protecting God because of our prayers. Мы не защищаем Господа нашими молитвами. Конечно, мы выполняем все его. Мы проявляем нашу любовь к Господу через молитву, когда мы проводим время с Господом. But when God says that do not lose heart and pray, that means do not be weary in time of trouble, I'll be with you. Do not be afraid, I'll be with you. What did He say? Do not lose your heart and pray. It's for our benefit. Когда Господь говорит не теряй свое сердце, но молись, значит, это не теряй свое сердце, значит, не поддавайся этим ветром, не поддавайся этим штормам, которые настигаются на тебя, но укрепляйся, но будь твердым в вере. In Colossians chapter 4 verse 2 it's written like Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Continue earnestly in prayer with thanksgiving. Будьте постоянно молитву, когда мы молимся, мы должны благодарить Господу. In Psalms King David wrote like, I'll thank God remembering of the previous things what he had done in my life. В слове написано, что я благодарю Господа за то, что сделал в моей жизни. Там приходит через свои проблемы. Он говорит, что Господь его жизни, и он проставляет его. Ты можешь делать это. And for the last thing in James 5.12 Еще в... Откроем Якова напоследок. 5.16, sorry. Якова 5.16, Confess your trespasses to one another and pray for another that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. In 17th verse, first part, Elijah was a man with a nature like ours. I want you to concentrate on this. Elijah was a man with a nature like ours. Значит, Якова 5.12, 12 стих, да? Признавайтесь другу в ваших проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленно молиться праведника. Илья был человеком, подобным нам, молиться, помолился, чтобы не было дождя и не было дождя на земле три года и шесть месяцев. Мы знаем, что Илья был великим уроком и его он потом был вознесен на небо. Но он был таким человеком, как и мы. И имел такую же природу. И имел же такую такие страхи, как и мы. Был даже у него сомнения, но все же стоял молитвы. Он постоянно имел веру в Бога. Это на самом деле есть ободрение для нас. Апостол Паул говорит, Илья сказал, что Илья, который имел природу такую же, как и мы. Да, и когда мы молимся, мы должны всегда признаваться наших поступков в наших грехах. И молитва праведника, она много может усиливать. Сколько из вас верят, что вы праведные? Вы должны верить, что вы праведные. Вы должны верить, что вы праведный человек. It's because Christ had made us righteous. We all are righteous because of Christ, not because of our own goods, good things. Righteousness is the right standing with God. И праведность is the right to stand in front of God. When I pray, I stand in front of God. I had a right to stand in front of God. I am having the right to stand in His presence and ask for your receive holy from Him. Да, и праведность, когда я молюсь, я стою перед Богом, имею в виду права стоять перед Богом, и я со смелостью прошу Господа. Я молюсь в чем-то. So, our righteousness is from Christ not because of me. Поэтому моя праведность от Бога не от меня. So, when you believe that you are righteous, when you believe, that you are righteous, your prayer will be powerful. Your prayer will be powerful. Do you understand me? Then you know that you are righteous through Christ. You will have faith in your words. You will have power in your prayers. You will have power in your prayers. So, I encourage all of you, when you expect something when you are going through some problems. That's the very thing God wants to use in your life so that He might show His mightiness in your life. That you might know Him more. That you can know Him more deep in your life. So, let's stand up and pray. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you for this wonderful time, O Father. Lord, I bless each and every person that I hear, O Father. Thank you, Jesus, for speaking to us, O Lord. Thank you, Lord, for the word that you have shared to us, O Father. Lord, help us to grow more in your prayer, O Father. Help us to spend time in your presence, O Father. Fill our hearts with your word. Establish your word in our hearts, O Father, that we might not sin against you, O Lord. Lord, I commit each and every person that is here in your presence, O Father, into your hands, O Lord. Guard their hearts, O Father. I proclaim, O Lord, your deliverance, O Father, your protection upon their lives, O Lord, your divine protection and your divine health upon their lives, O Lord. Hallelujah. Jesus, lead them, O Father. If there is any unsaved soul, O Father, lead them unto repentance, lead them unto salvation, O Father. Let them see your light, O Father. Let them see your salvation, O Lord. Hallelujah. O Lord, I decree your salvation upon their lives. I decree your kingdom upon their lives, O Lord, your joy, your peace, O Father. Hallelujah. And every deceitful thought of the enemy, I break it in the name of Jesus. I replace their thoughts with your thoughts, O Lord. I replace their thoughts with your thoughts, O Father. Help us to manifest your kingdom here on earth, O Father. Hallelujah. Jesus, help us to grow more, O Lord, in your faith, O Father. Let us have more faith in your word, O Lord. Hallelujah. O Lord, every agent of the devil against our lives that is trying us to distract us from you, O Lord. Let it catch Holy Ghost fire, O Father. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. I plead the blood of Christ upon each and every one that is here, O Father. We are blessed when we are going out. We are blessed when we are coming in. No weapon formed against us shall prosper in the name of Jesus. Hallelujah. The Lord is for us and the battle belongs to you, Lord. Hallelujah. In Jesus' name, I pray. Amen.